продуманных сейчас там по звуку еще на дубу ну теперь сидим смотрим когда я чувствую запах асфальта я думаю о море это мои последние ощущения после чего я потерял сознание тяжелый запах асфальта первым что я увидел когда очнулся было ее лицо она сказала что починит мою тачку мне следовало бы знать что все не так просто когда я буду она всю игру так будет скролиться она так и играется вообще-то на дороге и наши я отчетах глаза давно стартой версии не видел что же не привыкли только выслушать опа опа вирусы вирусы на стриме все всем пиздец я вовсе не желаю вашей смерти я никогда не испытывал ну каких имеются дуплавных ну что что тебе там бояться каких-то вирусов на такой старых желез да это был мне заводитель на этом году лете я тогда перекидывал файлы кому-то жестко на жесткий ждать там пучу вирусников я сразу этот прогнал этот прогнал это все не удалил короче сейчас был бы на ней если бы не дестабилизирующее состояние реверсе спрашивает гровер как-то насчет платных реквестов да я жгон каких вопрос чего блин чу и никто реквестов не дополняет оправдая тигры он стал проходить а вот и ребят с которыми я мог поехать надо бы выяснить кто они у меня нервы гораздо дороже будут чуть-чуть там хоть убавь а то он там верет вообще жестко но процентов 15-20 может поклонно взять ну так вот и стоят судьи дреда с доса видишь мы доса то не это не не моя мега специализация это больше по леске специализировать можно посмотреть да блять ты зачем зачем тебе тогда звуковые карты видеокарты воду в дуду и так далее закройся нахуй выключи то этот процесс да отключил надеюсь больше не вылезет да че заебал он нахуй да че вдалить надо в пизду всех зрителей щас там нахуй распугают с вирусами сами часов 10 поиграешь до посинений че такая хардкорная игруха что ли тут вопрос больше с настройкой опять же как бы геймпад подключить и все остальное вот этот больше интересует меня вопросы я честно дред не пробовал запускать через доз но в принципе я все это могу запустить но это игра не через доз как мы видим эта игра через пк то есть уже современная эмуляция и так далее то есть здесь все это но это не совсем пока сколмы он много на разных платформах даже на не на x86 совместили вообще я мог бы с оригинально ну как с 3 компа именно через доз прямо с железного доза короче ну пройти ну бля мне что-то стало впаду настраивать и к тому же там могли стать вопросы по разрешению тут хоть она то есть показывает свое разрешение то есть ну нормально то что уводится то есть я сейчас по вга захватываю то есть там пришлось бы еще по hdmi короче ёбли было бы в вагон мне было просто лень у меня есть даже у меня есть даже big box этой игры коробочка десочек правда нет нихуя мануалов но есть коробочка и десочек если кому хочется попускать слюнки могу сходить за ней своими байками ослабить ну марка льв это же незаконно но не так да блэк трон надо ну пазырьки ну если тебе принц персии нравится старенький классический она должна тебе понравится но там просто мест всяких подлых дохерище просто прям очень много реально как будто принц персии с пушкой это неинтересно ну надо смотреть могли бы использовать деньги послушай я сказал мы не нанимаемся да ладно чё если он говорит пострадать хотя бы просто десять часов и уж можно и не проходить ну он же не подряд наверное говорит здесь я бы хотел выйти не до посинения десять часов но он сказал до посинения писал блэть ну стопом десять часов это жестко я даже нет это не мой формат вообще поиграть могу но себе выёбывать мозг я не люблю он еще и последний мне как-то эти давали босс рашу тоже я сидел долго упорно но блять это вот так убешивает когда ты сидишь там чуть ли не часами поедешь с нами на собрание акционеров то ты узнаешь что я имею никакой игры ни хера не понял в смысле в плюсе в часах хочешь нанять гору мышц ты должен найти ротвель старик сказал или харьков или никого тогда мне сдается я буду никем это твои последние слова они сам я хотел бы сделать последнее предложение так вот так вот так вот так вот так как видим нас ёбнули мы оказались в мусорном баке так сейчас я тут еще название изменю а тут что-то колебался с названием что-то посидел тут вич черни страдаешь название не менять все вот так возвращаемся так эти игры они имеют точку сохранения ну ладно можно посмотреть то есть можно себе руку разбить вот таким способом ну канат не разбивается ну канат не разбивается я я не хочу не не ввязывай меня в историю ты знаешь что хорошо лёх ты пусть и немножко вовку ты муж то у тебя прям в край подбородок рамки влезать много у меня твои ключи но я ничего не знаю у них были пушки сейчас сказали задержать тебя как можно дольше почему не знаю я не знаю я слышу не опять насчет вы спрашив ну да ебал когда будет грунт за ебал когда вебк это будет когда-то будет когда я стену хотя бы немножко по этой теме хотя я и говорил уже что мне похер вообще то там чё пиздит ну так весь сюжет короче проебали проебать пока болтаем много ты не знаю там говори там действия свои чё куда ехать собираешься чуть но сейчас буду мужику ебальник бить сейчас там кто-то пытается кто ты мой ебальник собрался да и ты на моем пути ничего привыкать а 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 ну да а а а а а а а он спрашивает а а а а от ебошим чувака не знаю вообще похуй вот просто поставил и тогда упс колесико просрали это уже не ровно а что тоже хуй помечевал the road crash я вообще не представляю как его не развернула только не начал кувыркаться а так вот по асфальту чиркать это игра некуда ебутся это просто хер это просто харлей он не переворачивается у него нет такой прокачки переворачивается не этот не рихтер вроде вот так мотоцикл переворачивать не знаю все равно кажется какая-то нагрузка должна создаваться игра тем более пост апокалипсис и кто такой я механик и между прочим весьма неплохой доктор меня зовут марина меня зовут бен зачем врезал мне по башке мари и попал в аварию репортер нашла тебя и перетащил вместе с тачкой сюда моя . что ты сделал с моей . вернула ее с того света то же что я сделала с тобой впрочем мне надо немного помочь чтобы я закончил тут можно так и немножко заебать ну и кто если тебе это трудно называть меня у тебя есть фамилия лучше бы иди не было а как то же самое тогда я думаю мы найдем общий язык это дебильный youtube я отписался от канала и он не этот же канал от которого я отписывался кидают в рекомендации зачем одними вместе с моим отцом однажды летом мы вместе восстановили старый я имею ввиду что мы отскребли каждый болт до блеска но однажды он исчез и вот так и не нашли и я переключилась на то что ты живешь в этом городе этот мелон вид мало похож на город все что от него осталось тонет со скоростью футов в год люди либо приспосабливаются либо уезжают что я считаю правильным отношения между людьми мне лучше сто стороны и все ты больше интересуешься мной чем своей тачкой что стать выглядит получше но ты мне должен помочь передняя вилка сломана ты должен достать новую кто-то украл мою газовую горюку ты можешь поездить без нее нельзя закончить и наконец последняя но немаловажная я починила твой бензобак но он пуст и у меня нет горючка что с тачкой итак у тебя не тачка а велик нам нужно вилка горелка и горючка что с ну короче несколько раз можно подзаемнуть и где я должен найти все это ты можешь потрудиться браток где я найду новую вилку тридцать пять лет игре столько не живут это какой 35 лет а погоди не 35 пищу 25 то есть ты хочешь сказать мне тогда 40 уже три я же говорю пищу округлил где взять горючку здесь на краю города весь целая башня наполнена моя иррациональный ну явно я понимала день что ладно продолжая работа скажи мне если тебе нужно аспирин или что-нибудь еще в общем нам нужно вилка ну как уже сказали горючка и и чё ты еще и горелка он позаботился обо мне после ссора с отцом и приютил в этом месте которое он называет норковое ранчо после его смерти она завещена мне ты фермер специалист по норкам нет это место опустела задолго до его смерти но я сюда продолжаю приезжать когда мне хочется на время не единицы я слышал ты спасла мне жизнь сейчас может погромче сделать но на музыках просто иногда заставка очень сильно орет диалоги тихие послушай я должен обнаружить засаду не знаю точно моя команда сопровождает неких важных персон на собрании акционеров корли моторс и где-то выше по дороге на них устроена засада я да мне неудобно просить мне надо давай мужик ты не могла бы подвести меня на своей машине я должен обнаружить засаду и прав мы должны расколоть эту засаду обязательно но я боюсь данный момент я не на колесах как же ты забрала сюда ладно я лучше пойду так вот и поехал нет тачки вот напиздел спасибо за поддержку сказал мне интересно как он не увидел за лестницей там версия 17 получается там счет четырнадцатого года короче какая-то такая хуйня там спрашивали по версии так ну чё поехали с первого начнем едино это слово мне всегда нравилось как он с ноги тут прошибает да я занимаюсь здесь своим делом крошка я что-то а я вот так вот нахуй свободен он еще лежит знаешь так там в это в петьке василь иванович кресте там тоже такая же поза была у пьянник пьянчуги также валялись прям поза один в один может это на full throttle пасхалочка паскалу тоже на футботу потолу далеко осталась и вилка немного серьезно говорю потом если интересно будет глянь мы не удивили мне они там там вот этот моряк прям так же вывалялся это в какую сторону тут агромер с ноги или грою дверью у нас есть вопросник интересненький он умеет в виду что тебе опасно стучаться ко мне вообще опасно я вообще опасно не померешь по двери и вынесешь так же вообще легко тут цену тоже конечно комичная как он удирает да он удирает вообще просто так смешно это не только тут будет еще и дальше мы везде везде где он бегает ты еще дурной блять это вообще пиздец надо ж такое нависовать было так это для комичности не знаю для чего это не все время уже такой серьезизм должен быть в перспективе его беготня напоминает какие-нибудь платформенные игры никого не видно он наверное слинял мы увидели бы сверху как он смывается он наверное прячется в башне мы загнали его наверх давай поднимемся сколько лет игре из за того что она так нарисована не знаю мне даже старая версия нравится как выглядит да нормально и вот этот стиль он мне кажется вообще не может устареть особенно во время инди игр вот как надо пиздить эй кто там внизу во дворе это он взять его да она такой побежал и всю горючку разлил ладно что бежит еще как-то хер пойми как всю горючку разлил машет рукой оси а сколько он бежит так то он вообще у нас пустые канистры тоже нужно побежать но это уже неважно это хорошо ты достал бензин главное горючее сперли но она не шерпа и мы на дороге не говори-ка еще за говно было только что закрыли ворота чтобы не подымались ааа хлам не говори-ка куча хлама тачки хуячки тут можно как бы поменял я отошел кушать готовить когда если так вот подойти типа взять вилку который нам надо из кучи хлама сейчас куда могу кидаю еще ссылочку приятненький пёсик лежать пёс паршивый пёс паршивый ну ладно спускаемся еще раз что вот так вот а чё за фуфло или они в ту тачку бросили короче мне еще раз решили атаковать и кому нужны эти псы что-то я протыкался ладно давай еще надо в тачку засунуть немножко бородинка чешется не побрился не успел приятного аппетита теперь зал заль наверх ну и шкарючка ему не очень заходит ему мяско больше зашло чик и подымаем и ладно и хватит других местах не пока не чешется надеюсь не зачешутся отличная вилка где-то ее нашел прямо рядом с ножами и ложками вот так готова подожди чуть-чуть я сейчас закончу я приготовлю сюрприз я что тебе не нравлюсь ты просто класс я готов кантоваться хоть каждый день а что за сюрприз а это всего-навсего обычный управляемый авиационный твердотопливный ускоритель круто да а как же грифы у меня свои связи ты не хочешь попробовать эту штуку жертва у тебя нет фотоаппарата мне бы хотелось отблагодарить тебя как-то да ладно в бой приятель отпугиваешь моих постоянных клиентов пока пришли мне открытку из-за сады но пока еще до секаса не дошли щитки от компов хитрый черт теперь у нас не проведет видишь его не смотри смотри как то ни странно еще чисто в одном месте он опять возле башни с бензином задергался кусок дерьма возьмем его подразделение за мной бен как ты сел нам на хвост а где твоя свита корли сделал непосредственно большую остановку у него слишком маленький мочевой пузырь парень где ри бургер может быть но мало что за дела что-то ищешь на дороге мы что можем влипнуть нет мы уже влипли я сегодня мою башку в корнину мой бак вполне затарит когда взорвёт она мне шину я буду только благодарен чуриха байкер что люблю я полученная подзвезла ну старик ты мой а теперь что-нибудь хулиганское устрои засаду какую-нибудь ага заговор разгорается не шуть ты не должен был ржать надо мной на заседаниях совета малькольм ну и псих попалась не делай проблемы а что это там да это кутляр иди сюда я покажу а здесь фотоаппарат я займусь ей нет не стороне позаботиться у тебя назначена важная встреча с корлиями хорошо и не забудь сломать фотоаппарат да да а теперь малькольм может еще на дорожку корли 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 да мне кажется рип бургер не мог ждать пока я сам загнусь для него прижить человека что сжимить муфу кхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ты должен отомстить за меня обещай что уроешь его я обещаю я хочу чтобы кампарию восклавила моя дочь у тебя есть дочь да и она гений механики Бен она починила свой первый карбюратор когда ей было четыре года я называл ее динамо в передках найди мою дочь Бен найди Марин 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 Соррен при бункер опередил меня я надеюсь что Марин продержится пока я куда доберусь ага пушка я понимаю но почему он принес фотоаппарат на кого же работает этот парень корли моторс Нестор что за куча там шевелится не знаю Рит а мне кажется это куча болит надо же аааа теперь я понимаю законченный неудачник это лачуга моно я не вижу лимузина может я их там застану а может быть и нет похоже что здесь кто-то в спешке рылся ничего не осталось лишь осколки и этот разбитый фотоаппарат крышка открыта пленки внутри нет хм мо говорила что у нее нет фотоаппарата вот фото мо и ее дяди Пита на норковом ранчо она сказала что поедет туда на время чтобы отсидеться вот туда-то мне наверное сейчас надо вот то есть мы теперь типа должны попасть в сторонку но кто-то раньше хотя кому еще это рассказываю да там вообще есть кто-нибудь живут а то есть в очередной раз мы едем и тут уже менты уже не те кто ищут этот топливо кто ее там они скоро будут возвращаться по этой дороге ага у меня у тебя ужасно отражается короче короче тут теперь менты все плохо теперь мы съебываем туда обратно в бар начало начало вот я помню хорошо потому что я много раз перепроходил а вот концовку я как-то мало раз переиграл и я ни хера не помню вот там будем короче я буду там страдать скорее всего летом и и мы не дошуток хоть там и жутко воняет но я не помню чтобы где-то спал лучше важно помочь мне найди моего редактора в корве или скажи что я сделала снимки убийства корлия У тебя есть снимки? Да, но какой-то головорез упер мой фотоаппарат. И так у тебя нет никаких снимков. Ну, я проследила за этим парнем до Мелонвида, но я не смогла приблизиться к нему. Они бы убили меня? Найди моего редактора, он должен вытащить меня отсюда. Возьми один из этих фальшивых пропусков, чтобы пройти через блокпосты. От этих снимков зависит моя карьера. Помоги мне, Бен. Моя последняя надежда. Она достает, раскрывает и убирает в бак обратно. Головорез Миранды тот же самый, который на павлице. Но типа, при этом он берет эту фигню. Это должно быть фотоаппарат Миранды, я там видел. Но тогда кто же взял пленку? То есть, так это выглядит как-то непонятно. То есть, она показала и убрала обратно все это. Ну, типа, он ее взял все это дело. Эй, убийца. Что? Мокрое дело. Я тебя не сдам. Что еще? Ты разве не смотрел новости? Еще раз наша главная новость сегодня. Малькольм Корли, владелец Корли Моторс, был найден мертвым у стоянки на окраине города Мелонви. Очевидно, что действовал не новичок. Следы побоев в области головы и шеи. Жестоко и безжалостно. Полиция арестовала пользующуюся дурной славой банду Роккера, известную под именем Харьки. Нет. За исключением их главаря, который все еще на свободе. Дорожные заграждения были расставлены вдоль Хавея 9, чтобы предотвратить это опасное и жестокое преступление. Я так и знал. Проблемы с фараонами. Мне не надо было оставлять банду. Эй, я ничего не хочу слышать об этом. Не надо все это вешать на меня. Тебе бы исчезнуть, мужик. Я могу попробовать. Ничего не выйдет. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Короче, можно его заебать тоже. Давай я покажу тебе, как это делается. И... Ничего не выйдет. Давай я покажу тебе, как это делается. И может поиграть такую мини-игру. давай я покажу тебе как это делается ничего не выгоден давай я покажу тебе как это делается ничего не будет давай я покажу тебе выебал даться только если ты за откидываешься ты слишком чистый ты слишком чувствительный в общем у меня всегда дерьмо это получал посмотри что это поддел и подпись в обе ровцы это можно использовать как-то на полпостах ты когда-нибудь слышала норковом ранчо дядюшки я помню она вроде зверофермы выше по дороге вниз пока его и 9 она против дорога загорожена я частенько брал там дешевое норковое мясо и продавал его в школу на обеды классная работенка как насчет поездки что если они обыщут сзади и найдут мою тачку она зарыта в куче концентрированного удобрения никто не будет взорвать им дерьме на этот раз ты поедешь в моторном отделении моторное отделение я все время таскаю здесь дерьмо нелегально и стоит она дороже чем ты и так груди по-быстрому свою занята сюда и к утру мы на норковой свалки надеюсь с грузовиком то управляешься лучше чем с ножом дядя вот сами тут давай фул троттл я хз я бы уж лучше лопаты выцарем по гамал чем я люблю пожарные машины это как-то игруха не очень до стримов заходит достаточно скучновато вообще секвесты честно такой занятный интересный какой-то в качестве стрима нет боли страдания эмоций никаких то есть смотришь сюжет да как правы то любопытно когда сам играешь и даже круто то есть и заебись ну каждую свое кому-то понимаю насчет квестов мы остановились он вроде туда забирался выходит какой другой стороны шланг порваться всего нам силы я уже вытащил твою тачку все в порядке ну приятно было познакомиться обычно вообще нету ну тут будет сейчас еще сейчас будут немножко повоюем но это тоже такое в квестах особо чаще всего он использовал мой бензошлан для ремонта ну проиграть мне ты выпадешь никак то есть нам нужно открыть чемоданчик точнее сундучок а чтобы открыть нам нужно монтировку монтировка тут самая вообще огонь вещь навсегда нужно без монтировки никуда ну это да и шланг который можно использовать на моей тачке думаю что мы не будет против если я должен особенности его знаешь уже как бы этот квест то есть уже проходил уже как бы ну такое себе при таком раскладе можешь еще тот макайлан поиграть имеется ремонтированную версию хотя честно я ее херово знаю вообще я больше подсказкой пользуюсь чем чем то то что там есть можно просто подсказку жать и проходить так всю игру вообще все все у нас была деталь от ускорителя почему она смывается мне кажется я знаю что он уже сбил 10 раз этот тягач банды крыс ну в общем да но только нет его умных рук банды крыс и 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 Выстоит так, еще и вот так Вот, короче, как-то тут Ну, хз, короче, непонятно Ох, это прокол Нестор Давайте быстро, у меня есть план Мы выгоним это тот, скорлив в убежище с помощью мотоцикла Босс, у нее уже есть тачка? Да, но над ней она трудилась со своим отцом Это связано с чувствами, тебе не понять Теперь быстро Вот, короче Здесь целая эпопея всего, что надо сделать То есть сейчас нам вот Мы, в принципе, можем ехать уже Передохаться за всеми То есть здесь тоже вот ты управляешь сам То есть они выпадают рандомно Вот эти всякие Пойду скажу за отверткой Для поезда-то ты все хочешь Ищешь, где помахаться? Старый каньон для этого в самый раз Папаша Торк, мне нужна твоя помощь Банда в тюряге, а закон... Бен, я больше не главарь, Харько Не так ли? Ты не заметил, что я на вечных каникулах? Предлагаешь помахаться, Торк? А, Бен, кто может быть круче тебя? Никто, но эти ротвиллеры не промах Да, они не слабачки Я уверен, ты с ними разберешься Ну это да Да, она вообще... Ну она и на тот момент была такая зачаточная Все это 3D вообще не то Такое, короче Не в то время она захотела в 3D переходить, так скажем Даже по сей день Даже если бы она перешла в 3D Это уже было бы не то Что же делать с этими ребятами из банды крыс? Смотри, Воба, Бен, они тут не спортом занимаются Они грабят по-крупному Это часть их религии Не вставай на их пути Они слепые, хладнокровные убийцы Как же они ездят, если они слепые? Да, они слепые И поэтому носят эти специальные очки Чтобы прикрывать свои приспособленные для пещеры глаза Специальные сенсоры в очках могут обнаруживать любую мелочь на дороге Всякие крупные объекты и помогают выбирать направление Во порода, а! Ты не знаешь дороги вокруг ущелья? Кругом? Это очень далеко, Пен В чем дело? Не любишь мосты? Он взорван Уууу, извини, я не знал Вообще, ты мог бы перепрыгнуть его, как реки Майрон У банды крыс в малине есть травм Где малина банды крыс? Где-то на этой дороге Входа совсем не видно, если не воспользоваться этими странными крысиными очками Больше нечего сказать, Бен Вот такие тараканы Ладно, не бери в голову, папаша Далай жар, ухарек Ну, в общем, мы узнали дохера, что нам надо сделать Нам нужно дыбать очки Но, чтобы нам надо дыбать очки, нам нужна палка И вот у этого челика палка И мы, скорее всего, нихера нет мудоха Да, у нас он от мудоха, потому что он палка Когда у него палка, а у тебя кулаки Это не фонтан Ну, ладненько, едем дальше То есть мы тут еще, может, не один раз сдохнем Неудачно Хотя, может быть, надо было вот это Ну, так, там, блядь, где-то пулаки, да, я не знаю Так, с пулаками проще ее Ну, она ничего не дает Она самая дешмальщая То есть от нее проку ноль вообще Давай, давай, начи козла О, цепочку Цепочка огонь Ну, типа, да Такое Ой, блядь, крыса Ну, мы ее пропустим Тут можно на эскейп нажимать И, короче, не обязательно с ними башить с ним То есть он рандомно как-то ее перескакивает И тем самым Потому что сейчас все равно, крыса, не отмудохаем Это бесполезняк Поэтому смысла нету Нужна именно палка А палки у нас нету Потому что у нас вообще никого нет У нас только цепочка односраная Да ебаный ты в рот, а Ну, давай, может, цепочка попробуем Нет, нет, это не вариант Нас пока ебошат Пока дают пизды Ой, не знаю, как дают пизды Ага, цепочку давай Ай, глядь, здесь не получится Скажи-ка, это у тебя твердотопливный авиационный ускоритель? Ну, конечно Ну, ну То есть его только со второго раза можно будет уже подъебать Ну, блядь, это опять тёлка Где там баба с бензопилой? Какой-то звук из винды проникся на стрим Не знаю, чё-то там Отключает, чё-то включает Ну, хз Может быть Так, чё тут можно? Эй, я не переключался в другую хуйню Эй, алё Ну, блядь Ну, какого мать уфу? Да, это вот как раз у этого челика была Я просто тут чё-то с этими наебался Опять крыса Переключаемся Едем дальше Бесполезно Чё-то не заходит пока Ну, сейчас зайдёт Чё-нибудь сделаем Вообще бы бензопилу надо было А вообще имба будет Но пока чё-то с бензопилой нам не везёт О, вот она А вот и бензопила Бензопилой просто можно вообще всех разносить Они все вдохнут Кроме крыса, разумеется Что в этот раз То есть вот так вот И нахуй Даже вообще Без шансов Просто без шансов Да какого ж хрена-то? Или он выбивает, что ли, у меня её? Я чё-то не понимаю Вот такое ощущение, у меня её выбивает Чё-то почему у меня переключается на этот-то На... На... На нём именно Чё это за бред? Ай, нет, цепочка А цепочки нету А цепочки нету Цепочки нету Надо цепочку Цепочку у нас выш выбили То есть он чё-то выбивает, но Непонятно как это Чё-то за хрень с ним Какой-то глюк Почему он переключается на эту хрень? Вообще не должен Ну есть такой момент, что типа Выбивает у тебя Ну вот мы палку надыбали Вот палка заебись Короче, это Род Раш С Мегамэном помешанной Когда ты убиваешь Ты убираешь его на способность Ну да Попробуем убить крысу Ну Всё, крысу мы убили Но теперь нам надо ещё Этот твердотопленный Ускорительный найти Поэтому сейчас мы ещё катаемся Мы пока не одеваем очки Нам нужно вот цепочку опять То есть нас цепочку выбили Получается И нам нужно это Надо быть заново цепочку Если так судить Так это понятно Я знаю, что цепочку надо Сейчас Только видишь Цепочку у меня была Но её выбили Я не знаю Она заново-то даётся Или нет Вот этого сейчас Я никогда не был Хотя бы Давай хоть посмотрим Да вы умеете Идти сюда Всё, свободен Ну блядь Ну нету цепочку У меня Заебал Сдохни от бензопилы Сдохни Сдохни Сука Нихуя Надо именно цепочку Ну Зараза-то А Так Этот челик у нас Какой-то глюк вызывает Ну-ка Дай-ка его ещё Кулаками просто поебушим Кулаками вроде Тоже неплохо Замачивался Ну давай 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 Ну я говорю Может кулаками его заебушит Ну вот Ну да и бля Эту хуйню Идем дальше Но у нас всё Ну не цепочки Блядь Или может надо выйти Зайти Или чего А кто цепочку-то давал А там этот Черножопый Тоже на мелком Да не этот Это точно мужик Ну орёт-то как баба Так что Ну не скажу Что это Мужик Или Или переводчики Наебались Не знаю Так Ну чё Во Цепочку дашь Цепочку дали Огонь Всё Едем Искать Твердотопливник Там Во Ты бросил якорь Вот такой ускоритель Мне и нужен Так Ну теперь Эти Одеваем Очки И ищем Нашу пещерку То есть просто Нужно Когда загорится Внизу Вот пещера Где горит Сейчас выход Нужно Нажать кнопочку И всё Будет огонь Бывать Быстро Находится Бывать Надо Ну Долго Ехать Ну Она Скорее всего Не рандомна То всё равно Какая-то Истина Реальна То есть Ну Как бы Ну Присутствует Как бы Ландшафт Всей Этой Дороги В этом Каньоне Просто Он Не запоминающийся Вообще Никак Ну Может Я Не Уверен Конечно А Пещерка Если Мон В В Мы Продолжение следует... 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 У нас здесь все для вас Не надо воспоминать У меня достаточно шрамов Напоминающихся в этой поездке Так Официальная лавка Корли Маттенс Под ногой у меня кнопка сирены И вызовы охраны системы Корли Конечно, я могу и соврать, но вопрос Тебе везет? В последнее время? Нет Попиздеть можно Чем могу вам помочь? Ну вот Что это за огни там внизу? У нас сегодня гонки на выживание Первый приз, первоклассный мотоцикл Корли Харнтейл Который полностью восстановлен самим стариком Ага А куда тянется эта большая арена? Корли построил этот стадион для гонок Для того, чтобы его работники могли развлечься поблизости Он, конечно, заботился своих работников Я даже не знаю, что с нами будет после его смерти Ты куда? Вы видали этого ушастого гонюка? Я подыскиваю хороший сувенир Ладно, хороший сувенир Ушастый, ушастый Нужно могу тебе предложить? Кто хочет кота увидеть? Что-нибудь маленькое, пушистое и желтое Извини, это всё, что у меня есть Ещё один прётся Как насчёт этой маленькой машинки? Это маленькая штучка, но не дешёвая, дружок Возьми, попробуй, чтобы убедиться Кролики Много кроликов Тебе нужны кролики? У меня есть кролики Сколько тебе надо? А можно их вытащить и попробовать, как они двигаются? Я думаю, ты не готов к тому, что от тебя потребуется Когда берёшь партию кроликов от Корли Извини, сынок А самые большие размеры этих рубашек есть? Эээ Эээ, нет Но они тянутся Нет, спасибо А что за надписи на этих сувениках? Написано «Корли не побьёшь» Вообще странно звучит, учитывая то, как он погиб Да, будет классно смотреться на стене в твоей спальне Никаких стен Мой дом, моя тачка Мы можем предложить тебе маленький шест И ты мог бы поставить флаг, знаешь, такой, на заднем сидении А, я подумаю над этим А денег-то вообще у тебя есть? Сколько мне надо? Не видел грифов поблизости? Нет, с грифами у нас нет проблем Даже несмотря на то, что их убежище чуть выше по дороге Они обычно остаётся там, со своим неблаговидным поведением Что в шляпе? А это так, поднимает настроение Может быть, завернуть? Я упакую, ты скажи, когда хватит Послушай, ничего необычного А почему бы тебе не перестать отпугивать других покупателей и не уйти, а? Хочу прочистить глотку Так, я чё? Для кроликов, есть батарейки? Ну, надо, чтобы он отвернулся Милые маленькие кролики Как кто-то взял, чтобы он повернулся Я чё-то забыл Ну-ка, пацаны Не надо вспоминать Я чё-то помню, что чё-то Ты полна это... Всё в этой поездке Будете выглядеть посвежевшими и уверенными в себе Ты, дровяк Иди проходись на нашей гоночной машине Опаньки Пиздим кролика Нахуй Сувениры будут напоминать вам о ваших гоночных прик... Всё, кролика спиздили Мы крутые пацаны А, чё про футболки спроси А, погоди Я уже кролика спиздил Я ж вроде спрашивал Что-нибудь там, чё-то он тянутся Я все вопросы ему звонил Ладно, сейчас на обратном пути Синочё к нему сейчас возвращаться Ну, это-то да Ну, его нужно подорвать сначала Чтоб он его вывалил с батарейки Убежище грифов на другой стороне поля Я много слышал о грифах И я думаю, всё это правда А, ну, в принципе... Это оружие чертовски тяжёлое Он, в принципе, уже отвернулся Вот ушастый Будешь так же выёбываться Вот на это же минное поле Тебя пошлю Ну, нахуй Чё-то я не понял Где батарейка А, вообще он не взорвался Он вот здесь сидит У меня за спиной Нахуй Нахуй О, больно же Беден, ушастая Ещё раз кота Он у нас звезда ютуба На ушастый Иди гуляй вообще, а Да и Посидит нормально, поиграть Так каждый день заёбываешь Иди, всё храпи Ты же храпишься до этого времени Как хер тебе надо? Купите вашим детям кролика И они будут молчать В течение всего Поки домой Это вдохнёт в неё Немного жизни Точно, точно Вытаскивай её Только не исчезай Эй, не сюда Посмотри теперь, что ты сделал Этот проход через всю пабрику О, это слишком приятель Пабочка идёт Теперь его нет И кролики мои Спиздили кроликов Вот как надо Покупать товары То пришёл Отлёг Спиздил Чего в реальной жизни Так не получается Ну типа да Электронный кролик Ты думал живые что ли Я тоже был слишком Там даже были бы кишочки Какие-нибудь Ещё-то Для игры Это уже был как бы Жёстко Более заминировано Грифы постера То есть Тут чё-то Вот надо Выкинуть Эту хуйню И я вот Чё-то помню И ещё их надо Всех собрать Сейчас Потому что Они там Что-то Семь месяц Подорвутся Может я Конечно Чё-то Неправильно Тут делаю Не люблю Сюрпризов Да Против этих ребят Не попрёшь О блядь Не люблю Сюрпризов Их нужно Там Все подорвать Следующий На очереди Следующий Сказал Заведующий Ну Блядь Да Чтоб Чтоб ты Наблюдала Ихню прелестную Сраку Вот для чего Они повёрнуты Даже не все Надо подорвать Вот парень О котором Я тебе говорила Сюзи Ты уверена? Ага Этот парень Убил моего отца Вот с... Вратва Надешайте ему Давай разорвём его Побыстрее Послушай Доблич Ты здорово Заблуждаешься О блядь Ты прав Мы не должны Мы должны Вытащить Всё наружу Как ты думаешь Сюзи? Эй Время есть Не слышали Ребята Послушаем Что он нам скажет Твой отец И ты смеешь болтать Про моего отца Ты Сердечная сволочь Я сказала Заткнись Так Отпусти меня А то что? Да Да Тебе всю Как вещи Выпущено Я назову тебе имена Да хрен знает Что там щелкает То что у кого-то Начались трансляции Ты убил дубины Моего отца И болтаешь О старых временах Я не убивал его Это римопер Фотограф Сделала снимки Но тот Беловорез Который Явился за тобой Украл её фотоаппарат Я Но плёнка Всё ещё У меня Ага Так прояви её А В этой Одежонке Неуютно Ладно Разберёмся Эй Главное И напоследок Мы тебя ещё раз растянем Извиняюсь Ладно Не беспокойся Я собираюсь достать Рипбургера Даже если сдохну Нет Мы должны Разоблачить Рипбургеры На собрании Акционеров Таким образом Мы уроем Его спасаемую Банду И завещание Твоего отца Исполнится Ты возглавишь Корли Моторс Рипбургер Отменил Собрание Акционеров Он сделал заявление В прессе Что собрание Не будет до тех пор Пока преступники Не предстанут Перед судом Никакого собрания Акционеров Пока мы Не подохнем Ладно Разберёмся Окей Идём Далее Сфальсифицируем Смерть Бена И Марин Акт Первый Сцена Первая Адриан Рипбургер В отчаянной попытке Выманить Марин Из убежища Разработал Следующий Вонючий План Первой Премией В гонке Будет Старинный Мотоцикл Хардтейл Который Восстановила Мо со своим Отцом Рипб надеется Что Мо Попытается захватить Этот мотоцикл Из сентиментальной Привязанности К нему Итак Переодетые Бен и Мо Выступают отдельно И выходят на старт Этой стремительной Гонки Она заканчивается Трагически Когда их автомобили Взрываются И они считаются Погибшими Вопрос Пожалуйста Вопросы Чуть позже Итак Взрывчатка В машине Мо Может сдетонировать Только от лобового Столкновения С машиной Бена Это сиденье катапульта Выбрасывает Мо во время взрыва И она безопасно Приземляется Ты думаешь Никто не увидит Как она катапультируется Из машины Нет Все будут смотреть Как ты бегаешь Горящим Да У меня еще один вопрос Когда твой автомобиль Взорвется Ты выберешься Из него в огне И побежишь По стадиону Отвлекая зрителей В своем Классном костюме Из-за звезды Конечно Гениальный план Ладно Дорогуша Теперь давай Немножко Порепетируем Порядок Ребята Устраивайтесь Поудобнее Пора Начинать Самый Кровавый И разрушительный Грандиозный Парафон На выживание Для водителей Ребителей Компании Корр Встречайте команду Наших Гладиаторов Это таинственная личность не открывает нам своего настоящего хиппедита Он предпочитает, чтобы его называли Саимствует мститель Ну не смехли, а ребята Не, даже сейчас Не вспомню, как там даже управлять-то Сейчас будем еще думать, как все это Управлять этой всей херней Еще один новичок Пожалуйста Грандиозный салют В честь принцессы гонок Дорин Шмурлей Отлично, ребята Сделаем их И наконец Последнее добавление на сегодня Страшная команда Известная как мрачья Бум-бум Попробуй, и сейчас же отваливайся, сынок Кажется Готовы ли вы посмотреть беспечную езду? Готовы ли вы видеть невероятное разрушение? Тогда конца на выживание начинается! Субтитры Вот че-то там Посмотри, как там братья бун-бун Надо Как-то через трамплин че-то там сигануть но чё-то до до этого надо еще и сделать машина застряла когда я спрыгнулся похоже у этих детишек стеклянные челюсти вот и чё-то я помню я ее доталкивал до конца вроде бы да не туда ты толкаешь то мать твою веки разворачивай буфель что ты делаешь ну-ка давай там дата до другого трамплина ничего это делается я просто так это немножко свой стримчик вспомнил что ты делаешь вы что заснули и вот сейчас его на опять бег этот гарм что это это они и версты к степи давайте поможем ему ребята что это смотреть выдержите что нужно его вытащить отсюда ну что за зрелище а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь лови светлячка пока горячий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Перегрев? Бен, это всего лишь тачка. Я могу собрать ее опять за полчаса. Возможно, это поможет найти ключ. О каком ключе ты говоришь? Ключ от сейфа моего отца. Я помню, что он спрятал его где-то в этом мотоцикле. Но я обыскала все и не смогла найти ничего даже похожего на ключ. Ну, тут я уже сейчас вообще ничего не помню. Так что, пацаны, давайте подсказывайте. Ну, я сейчас еще попробовал, сам попытаюсь разумеет. И как мы собираемся пробраться на фабрику? На заднем дворе фабрики есть тайный ход, который ведет прямо в офис отца. Он брал меня с собой. Я помогала ему разрабатывать дизайн мотоциклов. Это когда он был слишком стар, чтобы работать самому? Нет, это когда мне было еще шесть. Как я найду секретный проход? Тут есть хитрость. Ты должен подождать, пока все датчики погаснут. Потом ты врежешь по стене как раз справа, и ты внутри. Как я найду точку, куда врезать? Отец знал точно, куда надо ударить. Я помню, что там была большая трещина на стене. Она была на уровне моих глаз. Нужно ударить по стене как раз перед собой, и эти странные ворота откроются. Так, вот ключ... Я хз. Где-то он... Пацаны... Кто что скажет... Где там ключ? Я нихуя не помню. Пацаны, давайте, выручайте. Не хочу болтать в пустую. То есть, где-то тут... Ну, как его там... Запиши цифры в карбюраторе вроде. А цифры какие записать? Ладно, мы не будем записывать, мы просто сфоткаем. Сегодня у нас... Погодите, пацаны. Не, я думаю, это... То есть, ну... Там что-то цифры, да, какая-то тема была с цифрами. Там код на этот, что ли, там был. Сейчас все-таки в голову придут. Так, секунду. Сейчас я сфоткаю. Ну, всякуякуй. Окей. А как? Чего? Тут я только открываю и все. Если тут... Я тебе карбюратор вообще... Код для сейфа возможно. Да, 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 да. Помню что-то с кодом, да. А где ключ-то тут он... Или ключ это и есть, но что-то... ХЗ... Надо это найти... Блядь. вот реально не помню где показывают пацаны давайте выручайте вот посередине ну вот этот 48 053 ладно это понятно а это есть типа все что ли это есть ключ то есть типа все больше искать ничего не надо то есть типа ну ладно фотографии мне ни к чему покажи шишек если у нас ладно пошли туда и открывать дверь так там щелку вот здесь что ли я печатал закрытые обидчат или там надо это бесполезно что-то здесь вот я помню закрытые опечатаны займусь этим позже когда будет куда-то надо ударить что-то или вот сюда ударить займусь этим позже когда будет займусь этим позже как это там камушек надо было ебануть какой закрытые опечатаны займусь этим позже когда будет где стоишь там где-то там да это будет и а ногой займусь этим позже когда будет ногой были так а ногой бля понял да я в той мать закрытые опечатаны вот тут насколько я помню да я сюда протопнул они сюда блять значит куда-то вот сюда что ли но нет него ну почти так а теперь чё там дальше я хз вот я вообще ни хера не помню там плату простой из ящиков туда куда-то идти там что-то с пленкой надо ебаться еще кажется собрание началось он был не только вдохновляющим лидером но и большим его матери нас мы говорили одни когда корли моторс преодолеет положение новичка и перейдет в автомобиль то есть сейчас я могу уже не успеть идти потом все заново делать он был сохранится я все тут не сохранился и и я воплощу жизнь его мечты во имя памяти леди джентльмен я рад представить вам будущее корли моторс он не хотел этих микроавтобусов и кто ты давно ты здесь охрана помогите охрана и 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 какой-то может быть честизначный номер вот наверно скорее всего вот этот не этот здесь какая-то карточка и пленка я уверен что это завещание коли то есть мы все забрали открыть то есть мы все забрали должны пленку ну теперь идем дальше с этой хуйню как доебаться не хотелось бы включить какую-нибудь сирену и отчет дальше вообще закрыто чуть дел то порядок так тут что-то надо какой-то рычаг куда-то вниз а этот вверх что ли что вы видите сейчас а отлично это катастрофа что мне сказать придется здесь немного повозиться почему бы тебе не пошутить я совсем не знаю шуток знаете где-то напоминает мне классный анекдот брутальная тетка сигаркой так теперь тут счетом надо сунуть фотки что я так понимаю вот сюда следующий слайд демонстрирует более жесткую стратегию корпораций эй да если вы слышите меня я покаркаю и так люди должны продвигаться по карьере и не мешать другим вот об этом я как раз и собираюсь порассуждать я приготовил свое место для кое-кого кто займет его в горли мотор и это отнюдь не ворюга адриан римбургер рим твое место не в руководстве моей компании твое место в тюрьме я позволял этому типу слишком много болтать о своей дочке не давался он был неправым и я был неправым я должен был быть на ее стороне я надеюсь марин ты простишь меня заебицы были прослушать запись сеанса малькольма у психиатр перед кончиной он страдал параноидальными детей это одна из дамы и господа меня зовут морин корли и у меня есть что рассказать вам вы скоро увидите почему этот человек должен сидеть в тюрьме алине пройдет но он в беде ну беги ребургер свое время мы отправимся за твоим блестящим трейлером да конечно у нас есть все необходимое оборудование есть вопросы голос дьявола иди сюда бы но вы как сказал мой дом моя . некий там этих тем не так базами как мы починить твою тачку мы поедем позволять мою банку из тюряги а потом ты пойдешь покупать ну еще не гага еще есть что поиграть тут ты же не гага так тут тоже еще надо сейчас вспоминать нихера не помню что там что-то надо было это монтажки что-то откуячит как-то там надо его сгибать что ли этот вентилятор очень маленькая и берегу эту цепь для друзей в старом коне да тут ебанусь там можно еще это бесполезно я в желтую крышку кинкнул и забрать какой трос где трос не получится он лишь туда не лезет а и все пиздец я долго проебал мозги ну да мне попробовать еще ну вот я помню что открываешь от хуйню ну дальше чё надо как-то вентилятор за стопорить очень маленькая а чем его за стопорить я хз я не могу он туда залезть не может я не могу а трость там что-то будет да не получится а как трость ловить его Не получится. Ещё-то, ещё-то можно ебанать. Не получится. Можно скинуть верхнюю хуйню. Ну какую верхнюю-то хуйню? Жёлтую верхнюю хуйню? Блять, блять, блять. Блять. Моя трость. Тебе понадобится больше, чем трость, когда я доберусь для тебя. Так, ну-ка. Вот так вот теперь. Всё, разобрался. Моя. Ммм. 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 Эх, Шон. Ммм. 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 так вот это с менюшкой надо попробовать то есть насколько я помню там надо выпустить шоссе я ни хуй не помню взлет шоссе убрать зло чего-то из этого пиздец шоу пацаны шоу живой а как там и бургер я вижу его готов спекся быстрее поднимайся сюда так не на в кабину так вооружение управление отключить вот чик пока вот теперь уебуем ну Ну вот теперь всё. Жизнь была для него игрой, и он играл в неё по своим правилам. Он был тайным для большинства из нас. И продолжает вдохновлять всех нас. Он дал нам свободу, он дал нам силу, он дал нам крылья, он дал нам колёса. Спасибо, Малькольм Корлей, за то, что ты дал нам мечту, которая никогда не умрёт. Итак. Итак? Может, нам пообедать как-нибудь на следующей неделе? Ага, можно. Обед звучит классно. Ничего ведь не изменится, а, Бен? Я имею в виду от того, что я стала теперь главой компании, живу во дворце и раскатываю в лимузине. Это ведь не означает, что мы не будем проводить время вместе, а? Послушай, Мо, ты теперь больше не должна возиться с такими, как я. Ты теперь в другой лиге. Но, Бен... Минутку. Алло? Что? Нет-нет-нет, это идиотизм. Ну, не придурок ли? Отложи встречу на пять часов и скажи заводскому начальству, что я сама приеду и проверю всё это. Я знаю, я об этом сказала. Ну, в общем, всё. Ну, в общем, всё. Взгоем пополам, но прошёл. Это, наверное, единственный квест, который я прохожу более-менее знающий. Ну, квесты как-то не моя вообще стихия. Метольчик, метольчик, пацаны! Метольчик, пацаны! Вмочи, чтаты, пацаны! Что такое? Понятно, бегло. Взбитры им. Не всякий же его проходит тоже. Ну, не всякий же его проходит тоже. Мне там просто насрать на эту игру. Ну, в общем-то, всё. Что ещё, я ХЖ. В два часа уложился, что-то весь инород разбежал, совсем уже неинтересно стало. Вот это действительно, мне кажется, ну, такое не очень интересное, только, ну, игруха эта мне лучше со мной играть, то и, ну, как бы, изучать. Тут даже Мак Хэмилл присутствует, что уже круто. Вот это типа Дектор знаком с Звёздными войнами. Также он Джокера озвучивал в Бэтмене мультиве 92-го года. Играет музыка. Привет-привет. Ну, чё-то тут уж как-то, я так сейчас фултродов прошёл. Чё-то я здесь издевался весь. Ну, вот смотрим титры. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Играет музыка. В четвёртом году, конечно, да, это... У меня Сурком в 2001 появился, но я до этого очень много играл. Ну, как, ну, нормально играл. У меня... Я когда учился в школе, у меня там... Родственница работала как раз в компьютерном классе. У нас тогда закупили первые пеньки. Вот, вот такие. Сейчас даже покажу. Ой, я тут стою под носом. То есть, вот такие первые пеньки у нас закупили в таком вот корпусе. И вот мы на них всё играли. Мы и в эту играли, и всякие дюки, и думы, и чё только не играли. Но их, правда, не было сидюков и звукачей. Ну, они хоть как-то работали. То есть, мы много чего играли. Я постоянно приходил туда. То есть, после уроков там сидели. По пятницам прямо вообще допоздна сидели. Полнюю, ебашились во всякую хрень. Всё, что было там... Ну, находил... Игры просто было море. Появлялось просто ниоткуда они все, где появлялись. Ну, короче, играли во всякую хрень. Ну, разумеется, без звука. Звукачём была, конечно, проблема. Это вот были 90-е. Вот где-то 97-й год. То есть, я вот уже познакомился как бы с ПК. Уже играл в своё время. О, даже ты не знаешь, Full Throttle. Ну, эта игру выходила на DOS. Сейчас... Сейчас приду, покажу бигбоксовскую эту коробочку. Надо похвастаться. Слышно. 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 Нашли... Слышно. На конец. Нашлиou. Ча... сейчас я наушники напялю то есть вот у меня есть вот такая коробка бигбоксовская коробка то есть это игрой выглядит как необычно обычно коробочки печатали сверху вниз от прям вот так но обложка обложка непривычно выглядящий ну то есть коробка то что она такая прямоугольная ну да вот она вот такая вот коробуха вот сзади у ее скрины она как для консоли похожа нет ну да но для Super Nintendo может быть то есть у меня в ней только вот коробка и диск сам то есть тут вот еще какая-то бумажка тоже буклетик есть хотя там был свой какой-то большой буклетик ну то есть он тоже вот тут задняя сторона ну тут в принципе все написано даже достаточно ну крутая штука короче какой-то персонажа там есть распизил да вот тут не так вот всякие моменты что типа как используется управление тоже все есть не такой уж урезанный у тебя ну да он просто не все бумаги в нем присутствуют но это как бы был вот так скажем более доступный вариант и это была первая моя попытка с ebay вообще первая попытка с ebay раньше я попал через какой-то посредник а тут я упал уже сам то есть я решил рискнуть тут даже всякие кнопки управления есть это вот у другой бумажки мотик тут даже нарисован мотик тут даже нарисован мотик всякая хрень тут текст и прочее в общем крутая штука вот она правда и внутри немного покоцтая как бы у ее тут я уже заклеивал правда но положение как бы для диска немножко это хреновенькое оно смещается сюда проваливается диск куда-то в стороны даже даже коробка конвертом сделана как для этих для картриджей то есть ну вот такая в общем она коробуха а вот это кстати я получил вчера вот вчера я получил вот такую коробуху что силд какой-то и и она полностью запаковано она полз и свои пленки заводской ну хоть какая-то утка останется не девственницей это все пока что версия это не и не так и и а то есть в и и и Он практически ничем не отличается от SEGA версии, правда в SEGA есть моменты, где немножко усложнено, так скажем, а в этой как бы немножко попроще сделано местами, где-то графа даже тут вроде получше, чем на SEGA, но она практически не отличается, ну и есть свои небольшие отличия, ну и самое главное здесь музыка, здесь CD музыка. Только разрешение на компе выше было. Ну да, поэтому как бы получше, но вот, блин, вот я ее получил, я такой, о, заебисье, а потом, блять, сука, она запакована, она просто полностью запакована.